Есть такое село Ачуры, вот, здесь рядом я эти самые сибирские яблони выкапывал. Меня поразило, что у меня есть фотография, или я найти не могу. Я сделал, почему, деревья, ну, чтобы показать наглядное демонстрация устройства корней. Между фотографиями два года и почти на где-то до конца галились корни, видите, дерево гибнет, вот. А причину я не буду ваше время отнимать, из вас, из десяти, несколько человек сразу бы сказал, да вот она причина. Вот этот шрам страшной почве, вот он так вот был, вот, и почва поплыла, все, эрозия. Это при том, что рядом нет ни речки, ни озера, здесь редкие дожди, и все равно, видите, вот страшная такая вещь. Вот почему надо думать, 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 думать. А этим я желаю запасаться этими лекарствами, спину лечить. Это ж на всю жизнь теперь у них. Вот. Гибриды, абрикос, персик. Оказывается, они есть. Это мне прислал броски, да, смотрите. Ну, явный перс, стопроцентный, да. А вот это стопроцентный, это, косточка, стопроцентный абрикос. Здесь наверняка, раз это гибрид, он так прислал, здесь наверняка есть гена персика, а здесь наверняка есть гена абрикоса. Вот. И вот посадил, ждут, что получится. Пока в сторону абрикоса они явно фавориты. Если там и получится гибрид, то скорее абрикос, но будем надеяться чудо. У меня же были случаи с черешней, да, вот, и с вишней. Косточку прививали, то есть прививка погибли, чистая вишня, привил, а ветка оказалась, то есть почка оказалась черешневая, а потом опять вишневая. Это все интересно, я просто хочу сказать, ребята, вот этот лозунг, этот лозунг из детской какой-то книжки я уже забыл. Сейчас они не в части, а мне память подвела. Вот это вот для нас, для тех, кто вот уже второй час сидим, заканчивается, а он сидит и не сдается дослушать до конца. Почему? Не обязательно все, что я скажу, вам пригодится. Может быть, вы даже будете противники этого. Но выслушать надо. Вот. Это ладно, сейчас на готовом железоотании невесткой. Но ведь когда-то же я нашел хоть те самые дикую сурийскую грушу. Дичей не бывает. За много километров ни одной культурной груши. Вот повезло мне. А потом один из секретов. Считается, что на дикой груши ни черта расти не будет, то есть в качестве прививки. А я же к ним не сразу приучил культурной груши, а теперь получается, что можно брать дикаря и не бояться, что культурная не прервется. То есть у меня, я придумал новый термин, инфицирование. И получается, что я груши культурные инфицировал генами от этого дикого, от этого дикого, этого самого, дикой усурийской груши. И теперь я беру спокойно веточки с культурной груши, которая, плачайшие плоды, переношу на дикие, которые опять истоединили. К тех, как вот у меня говорят, знаете, я сам первый открываю этот секрет, говорю, у меня культуренный маньчжурский абрикос. У него плоды стали слаще за эти 33 года, да? Стали слаще. Вот. А мне говорят, ну, ну, чему. Уже мои же слова повторяют, что, может, моростойкость уже не та, да? А это, чуть-чуть, может, и потерял за счет того, что занимался сексом без зачатия. Может быть. Ничего. И наоборот, это мои идеи, они озвучены. Потом в чьей-то голове уже сомнения. Ага, а теперь маньчжурский абрикос Железово уже, может быть, и неправильный, может, он уже не моростойкий. Да, слегка культуренный. А у нас еще один гений есть, Курдюмов Николаевич. Стоим мы под ним, этим гигантом. Вот. Я говорю, вот мой первый дикарь. Молодец он, энциклопедист. Говорит, а он уже не дикарь? И мне запомнилось его фразу на всю жизнь. Вот мне нравится таких друзей, эти умных. Его фразу на всю жизнь. Дикарь в культурном саду оккультуривается. А так. Вот. И вот получается, что мы видим чистейшего дикаря, который некому было оккультурить. Ниада пчела бы не залетела. Вот. А на нем прекрасно проживаются культурные побеги от культурных сладких груш. И не теряет качество. Почему? Инъекция сделана. Это вроде ваша привычка от гриппа. Так. Ну что получается? Друзья, мы почти два часа говорим. Смотрите. Я начал показывать фотографию, да? А вы знаете, сколько их тут? Вы знаете, сколько их тут? Это только малую часть показывает то, что я вам хотел показать. Да? Вот. Кстати, вот моя эта самая начиночка, да? Она не сможет пролезть под этим. А эти феи, не сгибаясь, ходят под изувечными деревьями. Смотрите, я уже заканчиваю на сегодня. Смотрите. Внимание. Внимание. Ну вот скажите вы мне. Такой черт вам штамп бы есть. Вот что, принципиально штамп на мертвом дереве вам важнее, чем вот то, что ребенок не может пролезть под этим деревом. Ну все, делаем так. Еще же вопрос, наверное, как купится. Пусть будет на час короче, чем на полца, чем просто. Потому что не все досматривают. А тоже обидно. Сила кончается. Выслушать такое. С такой ворох всего. Обрушивать на голову прекрасных летчиков, вертолетчиков, пекарей, аптекарей. Токарей. Но тут надо, видимо, это. Какое-то время на осмысление. Будем считать так, что мы с вами проработали треть фотографии. Так. Даже что-то пропустили. Но. Еще не вечер. В следующую субботу продолжим. Вот. Много есть ценных, полезных советов здесь. Очень много. Очень много. Даже слишком много. Вот. Это я так. Это я так. Это я так. Это я так. Даже цветы можно. Это украинские оттеллизы. Увидели? Вот. Ну ладно. Смотрите, что получается. Так хочется про каждую фотографию рассказать. У каждой своей истории. Так. Антон Валерьевич, заканчиваем официальную часть. Переходим к ответам на вопросы. Ну как бы тут же хоть какой-то диалог. Так мы возвращаемся. Так. Так. arm. Это он? Правильно. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...